Всем привет! И снова расскажу вам про смартфон от Cubot. Недорогой смартфон, это Cubot Note 20. Так как сейчас на AliExpress летняя распродажа, которая продлится до 22 числа, то цена на это устройство 89 долларов, а с учетом скидок, так его вообще можно урвать за 79. Цена очень вкусная, и если вы особо не паритесь насчет фирмы смартфона, то можно присмотреться к этой модели. Хотя компания Cubot, как я говорил ранее, это хороший китайский производитель, а не подвальчина какая-то. Итак, а что же мы имеем помимо привлекательной внешности? Смарт получил вполне традиционный для бюджетного телефона дизайн с широкой нижней рамкой экрана, а также каплевидным вырезом под фронтальную камеру в центральной верхней части дисплея. Перенятые у Xiaomi Redmi K30 Pro и OnePlus 7T оформление четырех фотомодулей, большой безрамочный 6,5-дюймовый дисплей и оригинальные расцветки задней панели делают гаджет похожим на текущие флагманы. Яркость и контрастность находятся на достойном уровне, а разрешение в 1560 на 720 пикселей с натяжкой хватает для некоторой четкости картинки. Зато от такого решения производителей выигрывает производительность и автономность. Технические характеристики представлены процессором Mediatek Helio A22, 4 гигабайта ОЗУ и видеоадаптер PowerVR GE8320. Это не самая производительная связка, поэтому о красивейших ресурсоемких играх мечтать особо не приходится. Запускаться они будут, но на минимальных настройках графики. Зато для хранения иных приложений, а также музыки и видео, выделено 64 гигабайта ПЗУ и слот для карточек microSD, которым можно расширить свою внутреннюю память до 128 гигабайт. На задней панели располагается круглый блок основной камеры, в которой располагается 4 датчика изображения 12, 20, 2 и 0,3 мегапикселя. Они не поражают фотографическими возможностями, но и задних особо не пасут. Бюджетные сенсоры во главе с Sony IMX486 годятся только для дневной съемки. 8-мегапиксельная фронталка тоже не станет откровением для поклонников селфи. Зато батарея в 4200 мАч вызывает исключительно положительные эмоции и дарит около 10 часов активного экранного времени. В список интерфейсов смартфона, помимо стандартного разъема USB Type-C, вошли модули Wi-Fi 802.11a, LTE, Bluetooth 4.2 и чип NFC, который позволяет использовать устройство в качестве альтернативы банковской карты. Для этого достаточно всего лишь привязать реквизиты к платежной системе Google Pay. Работает аппарат под управлением актуальной ОС Android 10. Что же могу сказать в итоге? Довольно неплохое устройство, если вы обычный человек, которому не нужны мега-навороченные смартфоны, за которые не очень-то хочется платить кучу денег. Как за свою стоимость, я считаю, что вполне можно разглядывать к покупке. Если вам нужен неплохой бюджетник с заделом на пару лет работы, я уже вам рассказывал, что в 2016 году я покупал себе Cubot S550 всего за 100 долларов, и он по сей день работает. Ничего с ним особо и не стало, он даже падал неоднократно и живой. А, ну и кстати, как раз сейчас проходит розыгрыш от компании Cubot, в котором она разыгрывает 10 таких смартфонов. Так что можно испытать свою судьбу, а вдруг вам на халяву достанется такой смартфон, было бы неплохо, да? Все условия будут по ссылочке в описании, они там очень простые, переходите и участвуйте. Надеюсь, сегодня был для вас полезен. Спасибо вам за просмотр, также смотрите другие мои ролики. У меня на канале вышла новая подборка с товарами для кемпинга и туризма, в которой я провожу конкурс, так что если вы ее не видели, то давайте бегом смотреть. Хорошего вам вечера и пока-пока, до скорого!